Ангелы выбирают отечественные автомобили. Ух ты, что там, что там? А на этой лавочке, говорят, исполняются желания, надо проверить. Всем привет, с вами Аполлинария. Сегодня берем рюкзаки, надеваем удобную обувь, обязательно запасаемся водичкой и отправляемся в одно из лучших и самых красивых мест в Крыму – Долину Привидений. Все, уже мы у подножья Долины Привидений с вами. Здесь такое ранчо, увлекательные прогулки на лошадях. Вот самая живописная парковка, она бесплатная. Указатели есть везде, поэтому от лучистого было совсем несложно разобраться, куда нужно ехать. Целый арт-парк, тут есть что посмотреть. Вот даже фонтан с русалкой и орлом, множество деревянных скульптур. Смотрите, кто тут живет. Что это за пушистые курочки? Я таких не видела никогда. Вот над нами профиль Екатерины, самая узнаваемая скульптура природная. Видно с трассы, когда из Симферополя движетесь в сторону южного берега. Вот здесь лошадки, на которых можно погонять по долине. И если пройти через ранчо, тут еще одна парковка. Так что мест должно на всех хватить. Вот он, где открывается вход в долину привидений. Подъем довольно крутой, но я никуда не спешу. А, мы совсем близко. Вот уже каменные изваяния всяких причудливых форм. Сегодня будет Крымский горный загар. Можно было и в купальники идти, но кто же знал. У нас еще ежевика не созрела, поэтому лето продолжается. Очень высоко. А вы прям наверх поднимались? Да, мы прям очень далеко, очень сложно. Да, сложно. Ну мы во сколько? Мы часа три там поднимались, полтора. Ого! А кажется близко. Нет, там смотровая площадка, это вот скала. Вот над нами. Да, до нее. А потом налево еще километр-полтора. Ого! Да, ну там классно. Спинка очень крутая. Прямо очень-очень тут крутенько. Идти очень сложно. Мне кажется, я на такое не подписывалась. Я практически качусь назад, потому что ноги вот так соскальзывают по этой дороге. По камушкам нужно быть очень осторожной, цепляться за корни деревьев. Ну что скажете, стоит подниматься? Стоит подниматься, но это очень страшно. Ну не стоит спускаться. Нет, нужна очень удобная обувь, потому что у меня плоская подошва, и она скользит по камням. У меня тоже, да, 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 скользит. Просто я боюсь, когда ехать начинаю прямо. У-у-у-у, смотрите, божья коровка. Ну пусть едет на мне. Нет, она улетела. Ого! Кажется, это смотровая площадка. Быстрее, быстрее. У-у-у, летим. Вот это первая, так сказать, смотровая площадка, на которую все забираются и фотографируются. Аж ноги подкашиваются от этой высоты. Небезопасно. Крым, он же головокружительно красивый. Просто невозможно устоять. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы тоже блогер? Да, есть немножко. О, а как ваш канал называется? Крым, светиль потопа. Снимаем... Альтернативную историю вы снимаете? Да, да. Очень интересно. Здесь вулканические стержни застывшие. Вот. И это все является огромным, так сказать, вулканическим кратером. Вот. Грибок такой интересный. Давайте туда. Друзья, тут виды лучше... Ай! Только не падать. Хотела сказать, что виды лучше, чем Сайпетри даже открываются. Потому что тут сплошной горный Крым. И Четвердак, и где-то Романкош. Два водохранилища. Вода есть. Как вот это сосна там на скале выживает. Просто удивительная стойкость. И так интересно, ты поднимаешься, то есть идешь-идешь куда-то, ничего не видишь. А немного прошел. Извояние показываться. Как из ниоткуда появляться. Точно долина привидений. Такое удивительное место. Кто тут был, напишите. Какие стойкие деревья. Вот они, раз и два. И все, облака уже под нами. Мы выше неба. Как это? Три метра над уровнем неба? Еще я заметила, что расстояние здесь ощущается иначе. Стоишь и кажется тебе так далеко, например, до скалы вот с этой сосной. Немножко прошел. И ты уже там. То есть такое место силы, наверное, своеобразное, где время и расстояние текут по своим каким-то собственным крымским, алуштинским законам. Раз и мы уже под этой стойкой сосной. Ух ты, что там, что там? Ага, а тут целое ущелье. Вот это да. А здесь выветривание, вода, ветер постарались на славу. И даже пещерные города образовались. Вон ниши прям проела вода. Выгрыз ветер. Вот это осенний Крым. Самое время для комфортных походных условий. Так что приезжайте. И в октябре. Туристы приходят и занимают самые высокие точки. А тут вообще детки маленькие. Там лет по 5, наверное, 7 максимум. Все под нами. Облака. Водохранилища блестят. Все самые высокие точки Крыма. Тучки закрыли. Без комментариев. Просто любуемся восхитительными панорамами. И невероятным Крымом. Такая тут красотища. Запасы воды стремительно уменьшаются. Надо поберечь. Это Крым, детка. Здесь и укроп вон гигантский. Все как положено. Ну, хотя, может быть, это одуванчик. Вот, для масштаба моя рука. Укроп или одуванчик, как вы думаете? Если честно, я долго сидела, просто любовалась и даже ничего не могла сказать. Потому что настолько здесь хорошо, даже несмотря на то, что много людей и периодически здесь шум и гам. Вон тут, может, все горы, все смотровые точки заняты. Непередаваемая атмосфера. И чистейший воздух. Он такой с примесью хвойных деревьев. Ну, и просто его можно как будто бы есть. Но нужно еще подняться. У меня уже такие пыльные кеды. Как же прелестно посидеть над обрывом. А вот совсем-совсем уже близко голова Екатерины. И кто-то поднимается туда. Это такая опция. Он просто устал. Ты как игрушечный. Не, вот это не надо нам на камеру. Что там, что? Ой, ничего. А у меня такие надежды были. Я думала, сейчас посмотрю вниз. И увижу там что-то невероятное. А тут вот кострища. Собаки. Люди. Но я же обещала вам крымскую осень. Вот она. Собственной персоной. Ну, а что здесь? Ну, а что здесь? Невероятно. Вот она, долина привидений. Неужели я сюда выбралась? Снизу это уже казалось нереальным. Вот они все скульптуры. Удивительным образом. При помощи природы созданные. Посмотрите на эти яркие вспышки солнечной осени. Но опять без комментариев. Потому что настолько здесь красиво. Внизу и наградники. Все. Все вокруг. В лесах. И где-то только трасса Ялта-Симферополь. Там прячется. Люди везде. Вот на каждом возвышении. Кто куда выбрался. И как бы не зря хочется посетить каждую точку. Потому что вот с каждого вот этого пика открывается новая панорама. Представьте какие вон высокие. Изваяния. Привидения. Уууу. Вам страшно? Да нет, не очень. Нет. Здесь сейчас. Днем совсем-совсем не страшно. Это же вам не то, что прошлый мой ролик. Где я ночью на Ипетре одна по лесу. Эти страшные звуки. Посмотрите этот ролик. Вот тут в подсказках вам оставлю. Друзья, не могу с вами не поделиться. Прошло 5 минут. И налетели облака. И теперь долина привидения с таким таинственным налетом. Это необыкновенно. Вот сейчас развеются эти облака. И что там откроется? Фантастика. Нет, это место теперь будет одно из любимых. Вот так жить всю жизнь в Крыму и впервые выбраться в долину привидений. Все, я не хочу уходить. Вода у меня есть, еды достаточно. Теплые вещи тоже есть. Я остаюсь. Интернет тоже тут есть. Пауэрбанк заряжен. Будем снимать контент до утра. Вы согласны? А это солнечная поляна. И на самом деле она залита вся солнечным светом. И вот здесь в тенечке прятались люди. Представляю, летом тут, наверное, война за тень. На Демерджи. Потому что гора раскаляется до неимоверных температур. И лучше все-таки оставить такой поход на межсезонье. Вот поближе вы можете рассмотреть, из чего состоят эти изваяния. Из мелких-мелких. Тут кварцит или что это. Кругленькие мелкие камушки. Они... Это не монолитный камень. Действительно, как будто бы заливали из какого-то геополимерного бетона с вкраплением гальки. Так это удивительные вещи творятся. Я-то думала, это, например, известняк или что-то. Нет. Вот, все из камушков. Что это за бетон такой? Из чего отлиты горы? На Демерджи. Всем привет! Покататься. Все. Теперь можно идти дальше. Вот она продолжается. И здесь долина привидений. Но тут с тропы это и сложнее туда пробраться. И по вот этой дороге все-таки легче подниматься, чем по вот той коровьей тропе, как вначале я там скользила. Красиво, красиво. Невероятно. Захватывающее дух приключения. И я вам скажу, за день вот это все не обойти. То есть я хочу сюда возвращаться и исследовать новые места. В следующий раз, например, цепляется голове Екатерины подняться. Как прекрасен осенний Крым только-только по золото проступать начинает. А жара-то летняя. За сегодня мне больше всего понравилось вот это необычное явление, когда откуда ни возьмись, налетят облака и окутают всех этих привидений. Как думаете, ночью в долине привидений страшно? Я думаю, здесь потрясающей красоты и невероятный закат. Здравствуйте. Расскажите, какое у вас самое любимое место на Димирджи? Какая ты вороная коровка. Я никогда не видела черных коров. Интересно, она бодается, как вы думаете? Вот, получается, мы с вами поднялись вот там вот, где дом стоит с огромным участком. По коровьей так называемой тропе, сыпучке. А была тропа вот с этой стороны гораздо более удобная. Друзья, место невероятное. Какая здесь потрясающая атмосфера. Тут такой отдых для души и тела. Мне тут больше, чем на Ипетри понравилось. Просто на Ипетри можно подъехать, а здесь надо идти, идти, идти и еще раз идти. Смотрите, как верхушка Четтердага выглядывает сквозь облака. Пейзажи за день поменялись такое количество раз. Ты чуть-чуть прошел и все. Там все новое. Все новое. Но мы сегодня с вами обошли где-то пятую, наверное, только часть увидели. А еще немного левее от головы Екатерины и самой долины привидений, оказывается, есть каменный хаос. И когда вас ведут на конной прогулке, как раз по этому маршруту. Мимо каменного хаоса, какого-то разбитого сердца, ореха Никулина. Сейчас должны добраться до крепости Фуна. Там местами такая грунтовка не очень хорошая. Но в целом можно пробраться при желании. И в тенечке так прохладно. Уже вот так лучше не ходить. Сейчас надо накинуть на себя. Фуна, 15 век. Музей под открытым небом. Крепость-замок Фуна – это восточный форпост княжества Феодор. Стены здесь, вот обратите внимание, больше двух метров в толщину. Арки еще сохранились. Ну, кое-где видны следы реставрации. Это 1400 какой-то год. Федор Стратилат. Вот здесь была крепостная церковь. Странно, вот еще в 1889 году оставалась эта церковь. И вот в 911, но после этого... Ну, в принципе, под открытым небом, может быть, поэтому... Разрушено. Ангелы! Мы встретили ангелов неожиданно. Вот это да! Дети увидели ангела и родителям. Там ангел, там ангел, быстрее! Это ангел прилетел полюбоваться закатом. Ой, и таким осенним красивым лесом. Видите, какое выгодное положение у них было тут. Все просматривалось. И вот остаток самой высокой старинной стены. Маленький кусочек. Ну, и, в принципе, ходим везде по развалинам средневековой крепости. Такие малюсенькие-малюсенькие помещения. Хотя, знаете, если в современных, когда лазаешь, вот, берегоукрепительных батареях, там тоже совсем небольшие помещения. Поэтому, видимо, у военных все вот так. Вот уж не думала, что буду встречать закат на средневековой крепости Фуна. Таинственным туманом уже заволокло долину. Ух ты тут! Орудие какое! Вот это да! А вот так выглядела крепость. Когда-то тут воссоздали макет. Вот и храм с апсидой. Да, сейчас осталось кусочек вот этой стены. Я вам показывала ее. И вот мы, вот где-то здесь мы сейчас с вами на месте вот этого здания. По той стороне невысокие стены, потому что вот, вот там обрыв. Вот здесь обрыв и стены практически нет. И вот тут мы, где-то в этом районе находимся. Тут была стена повыше. Как ползет этот туман, куда-то пробирается, пробирается. Ангелы валяются. Не попали, да? Можно мимо пробежать? Да, правда? А на этой лавочке, говорят, исполняются желания. Надо проверить. Ну что можно загадать, сидя на такой лавочке? Чтобы продолжать путешествовать по прекрасному Крыму и открывать его новые-новые места. Все, желания сбываются. Вот. А внизу такая осень-осень. Ангелы выбирают отечественные автомобили. А мы поддерживаем отечественные автомобили. Правильно! Всем пока! Не забудьте подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые, самые интересные видео из Крыма. Из самых красивых, неожиданных мест.